Привет, я Вентавнер, и это Лондон Блог. Не секрет, что жилье в Лондоне штука дорогая. Мы уже рассказывали о том, что средняя аренда всего одной комнаты в Лондоне это 750 фунтов в месяц. А чтобы купить дом, вам придется выложить в среднем 600 тысяч фунтов. Понятно, почему некоторые люди все-таки решили не жить в доме или в квартире, а на лодке. Это Риджинс канал, длиной почти в 14 километров, проходит по северу Лондона. Спустя 200 лет после его открытия сотни людей решили поселиться на нем. Можно заплатить за постоянную стоянку в любимом месте, но это может стоить дорого. Нам тут рассказали, что это может быть до 15 тысяч фунтов в год. А также, ну, если это постоянное место жительства, в некоторых случаях местный совет может потребовать, чтобы платили муниципальный налог. И те, кто не хочет платить такой налог, могут пользоваться временными стоянками. И это часто бесплатно. Например, в этой части Литтл Венес, хотя на Венецию она не очень похожа, лодка может стоять бесплатно две недели. А потом она должна переплыть в другой район. Тем, кто любит постоянно перемещаться по рекам и каналам, дают особое название. Континьюис Круза. Hello! Маргарет Хиллсден – одна из них, и она любезно согласилась, показать нам свою лодку. Маргарет уже за 60. И пять лет назад они с мужем решили начать речную жизнь. Что именно в таком образе жизни их привлекает? Одно из них, чтобы купить такую лодку, нужно около 10-12 тысяч фунтов. Но дальше надо платить лицензию. Это 500 тысяч фунтов в год, в зависимости от размера лодки. А еще страховка – это около 300 фунтов в год. Еще топливо, ремонт лодки. Так что все надо точно, внимательно почитать. А какие есть услуги для тех, кто живет на реке? Тут можно достать чистую воду, почистить биотуалет и избавиться от мусора. Также есть специальные лодки, которые продают уголь и дизельное топливо. Еще есть речные кафе. И вот даже есть специальная книжная лодка. Джон, владелец этой книжной плавки, живет в лодке уже 15 лет. На моем боте, это очень более индепендент. И я думаю, что это что люди очень любят для того, чтобы они двигаться на моем боте. Это что-то, что ваш дом – это реально ваш дом. И вы можете сделать это в любом месте, что вы хотите. И иногда, на флоте, вы можете чувствовать себя более изолированные и оттенков. На моем боте, вы не сможете этого места. И другие люди на моем боте, как в большом коммунии, в большом коммунии. И если почему-то нынешние соседи вам не нравятся, можно просто отчалиться. А если вы хотите примерить такую жизнь на себя, то для начала можно поселиться на лодке на пару дней. Всем сдаёт эту лодку на сайте AirVnB. Это своего рода бутик-отель на воде. Тут есть не только электричество и интернет, но и настоящий камин. Правда, я не ожидал увидеть такой шикарный дом. Вот настоящая ванная, крутая постель. Пара дней на такой лодке даёт понять, какой может быть жизнь на реке. И если вы ищете, где остановиться в Лондоне, то этот вариант точно намного интереснее, чем любая гостиница. Мы провели день на воде и поговорили с теми, кто здесь живёт. Я думаю, что я понял, почему людям здесь нравится. Вы можете жить в разных местах и, да, возможно, чуть дешевле, чем в дорогих лондонских квартирах и домах. Есть чувство свободы и ощущение, что рядом настоящие замечательные соседи, что не всегда бывает в вашем городе. В Британии почти 4000 километров канала и рек до таких лодок. Так что, если вам нравится постоянно менять район, в котором вы живёте, скучно вам не будет. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!